приветствую вас дорогие рукодельницы дорогие вязальщицы вы как всегда на канале в гостях у елены и в моем плейлисте рукоделия очень захотелось сегодня подключиться к вам и показать на каком этапе и в каком состоянии мои вязальные процессы девочки сегодня вторник у нас отключили воду что то там делает роют у нас отключили свет и его не будет до с утра раннего до поздно вечера я вот без света сижу вот и на улице грохот копает что-то с водой там что-то случилось центральная вода одним словом я не смогу никакие рецепты поняла вам показать потому что у меня сейчас выпечка идет да у меня все на электричестве здесь на даче деревня это не дача не я не нахожусь это самое в снт здесь у нас деревня чтобы многие могли понимать это это про жилая обыкновенная деревня где из школы где есть инфраструктура и так далее это для меня как дача вот и я не смогу снять не выпечки ничего и решила для тех кто желает для тех кто следит за моими процессами для тех сегодня я снимаю вот это видео так что дорогие рукодельницы те кто желает те кто со мной те кто смотрит меня добро пожаловать наливайте себе чашечку кофе если вы уже кофе ячейку попили то возьмите спицы в руки и пообщаемся одним словом вот такие дела и так немножечко меня отвлекли но ничего страшного значит вот этот по поводу вот этого пуловера я связала уже прилично девчонки очень даже прилично сейчас я даже померю сколько у меня здесь есть и сейчас мне нужно будет решить какую длину в общем для себя определить длину этого пуловера значит смотрите вот так я не стирала его получается у меня 31 сантиметров вот и смотрите если мне его для себя оставлять то все я уже здесь должна сделать резиночку если меня мне для того кто просил ну говорит если не надо будет то я куплю то мне нужно для нее еще связать по длине и но я на сегодняшний день решила девочки оставить себе пусть будет это замечательный свитерочек и я просто полюбила тот пуловер что ли а то сейчас замечание сделают свитер это с горлышком я полюбила тот пуловер с пайетками он мне очень нравится и пусть будет 2 кто его знает что может быть нашей жизни пусть будет на смену и один и другой тем более час весна настает он мне очень нравится вообще я тот носила на маечку такие на тоненькой такой бретельки май на маечку одевала пуловер и плюс еще одевала на рубашку с коротким рукавом и с воротничком вот очень красиво здесь рубашка смотрится девочки очень красиво но это уже на любителя кто сколько кто на что оденет я не не учу я просто рассказал как я одевала и мне было хорошо я решила его для себя все я буду начинать здесь вязать резинку и смотрите резинку я не буду то есть убавки особые длинные я не буду здесь делать я планирую здесь убрать ну скажем так вот сантиметров 10 петли распределить так я хаотично распределяю убираю например через 10 петель 2 вместе взять через пять да это вы решаете таким образом вы сможете равномерно чтобы было красиво и я просто потом всего лишь перейду на спицы потоньше я уже вот на синим сейчас покажу уже это сделала здесь у меня три с половиной девочки у меня кстати нет линейки и я не могу померить здесь не могу найти у меня была одна не могу вам номер спицы определить сказать точную но по моему вот это мне три с половиной а этот я вязала вот этот я вижу по моему на 4 4 с половиной вы конечно не осудите меня в этом потому что я не могу так на скидку сказать да и слишком очень запомнить или себе вот здесь записать нету у меня линеечка размерная для спиц в квартире поэтому я не могу точно сказать но у меня здесь есть спицы я вижу что они чуть тоньше или больше тоньше то есть совсем тоненькие я такими примерами будут такой примеркой буду начинать здесь то есть я прям буквально на половину спицы тоньше буду вязать резиночку вот таким образом и посмотрим что получится я же буду пробовать попробую два рядочка 3 как будет как бы я таким образом узнаю тем больше что я это делаю постоянно я перехожу на больше на меньше спицы когда мне нужно что-то сузить или как бы особенно вот как я вам рассказывала что очень мне нравится когда от подрезов вяжите если это платье если это там притальное что-то я перехожу на меньшие спицы плавненько а дальше здесь уже сколько вам нужно сузить дальше вы снова приходите к изначальному выбору спиц да вот это очень хорошо в общем так вот сколько связала здорово и вот этого матка мне хватит связать резинку и наверное на один а может быть и на 2 рукава потому что ну рукава конечно я буду делать длинные тот тот пуловер смотрите какая разница у меня будет между спайетками и этим там у меня три четверть рукава здесь у меня длинный рукав будет то есть вот все таки есть разница и там нет резинки там вот точно также связано как воротник здесь а на здесь внизу нет резинки но есть резинка на рукавах да вот как то так все равно есть разница вот обожаю гладь не люблю на себе узоры только лицевую гладь люблю на себе и лишь ажурные лет не могу позволить и большие такие объемные узоры я люблю на теплых совсем теплых свитерах вот таких вот прям вот кардиган такой теплый вот так вот могу одеть накинуть да когда зимой там например спортом бегать там под курточку такой это вспотеешь это нужно выбрать до правильные там качество и состав пряжи тоже видите поэтому я этого не люблю я люблю на себе вот такие вот простые вещи и так вот с а вот этим свитерочком вы уже в курсе как обстоят дела и теперь я вам про кокеточкой вот с кокеткой видите какой звук это звук у нас тут роют у нас тут такое творится там что-то случилось и работает экскаватор и так далее много много чего тут на улице у нас делается вот поэтому ни света ни воды вот так дорогие друзья вот он полуверчик смотрите какая красота у меня получилась вот так поверну и покажу вам сейчас секундочку чтобы мне попроще было вот сейчас мои дорогие уберу вот эти вот чтоб не мешал моточек вот так вот она резинка все я уже перешла на резинку и сейчас я вам тоже померю сколько у меня тут так а здесь у меня двадцать шесть до резинки сантиметров с подрезов от подрезов до резинки но резиночку здесь я буду вязать девочки побольше резинка вот я вижу сейчас способом мэджик клуб резиночку я буду вязать большую я имею ввиду широкую вот еще в один раз чтобы так вот по бедрышкам садился я померила очень красиво это же я его себе оставлю совершенно по-другому сейчас смотрится не знаю почему но последний раз и померила почему-то показал что вот здесь сейчас ничего не тянет и после стирки эта пряжа будет хороша и рукавчик рукавчики тоже сделаю длинным хотела три четверть но я сделаю длинным пусть будет такой вот светерочек 50 на 50 здесь состав поэтому мне очень он понравился уже прям даже я рада ему и хочу его довязать получается очень красиво и смотрите здесь девочки я здесь ничего не убирала никакие петельки никуда у меня здесь просто переход на тоньше спицы вот на один размерчик ну то есть тут допустим три с половиной это на два с половиной к примеру я говорю вот так на один размера перешла видите вот не могу найти линейку была у меня здесь размерная линейка для спиц не могу найти я навскидку так просто говорю вот видите как что делает корона вирус все нам виде как все но ничего мы послушные люди до граждане и терпеливые будем терпеть вот так вот получается я очень довольна и посмотрите я связала вот прям даже видно видите вот отсюда даже отделяется вот я сколько связала и у меня еще моточек еще есть вот немного скажем так одну четвертую часть будем так говорить то есть и еще у меня есть три мотка то есть мне обязательно хватит на рукава так что зря я переживала и ввязывала ту нить но ничего страшного подумаешь распустила подумаешь связала ничего страшного ты упряжу я обязательно куда-нибудь изведу а изведу вы знаете мне очень понравился цвет сейчас я вот так вот мне кажется вот так ой девочки получше а изведу мои хорошие я этот цвет эту пряжу с таким красивым цветом знаете на что я хочу связать себе берет у меня есть белый берет кто смотрел мои фотографии вконтакте у меня есть такой берет я по реке там плаваю на лодочке вот на лодке плавала и я там одета в этом берете ки белом они мне очень идут там чистый хлопок и то же самое мне захотелось связать себе берет у меня их 2 ма . мне спокойно на него хватит или же свяжу два берета внучки свои один такой другой такой то есть никогда это пряжа у меня не пропадет дорогие друзья она очень красивая сейчас я вам еще раз его пока ее покажу вот она красавица нежно-нежно-нежно голубой цвет так что никаких проблем у меня не будет с пряжей не буду я сейчас про него там четко все рассказывать опять состав и все такое потом другом видео еще раз покажу потому что то и дело показывать эти этикетки и все хотя бы через один повторяться просто не хочется вот ну и дальше мои хорошие что касается вот этого свитерочка зелененького значит я здесь повязала тоже повязала вот тут вот внизу скажу вам таки ну может быть сантиметров наверно три-четыре может больше не измеряла ну в общем вязала я здесь дело в том что у меня здесь был этот так маркер ах вот видимо у меня я хотела его поставить и не поставил обычно я вот этот маркер как маячочек вот так раз делаю видите и это для меня маячок для того чтобы я знала сколько я свяжу свяжу вот столько снова переставлю видимо я не поставила его не прицепила не прикрепила но ничего страшного тоже у меня продвигаются по ним дела вязальные а так девочки я еще чем занимаюсь конечно же сейчас страшная неделя да и я еще и читаю очень мне как бы хорошо от этого и вот я сейчас читаю это святое евангелие это новый завет и я читаю сейчас от иоанна послание я чит начинала вот буквально вчера это когда иисус сделал чудо в кане галилейской воду превратил вино на свадьбе и сейчас я нахожусь на таком размышлении тоже послание от иоанна вот двенадцатая глава у меня начинается с таких слов за шесть дней до пасхи пришел иисус бифанию где был лазарь это об исцелении исцеления лазаря и всю вот эту главу всем советую сейчас почитать ее это очень важно глава важная глава так очень будет приятно почитать вам я уверена всем от 1 главы по 21 от иоанна и в конце они вся глава очень очень нам сейчас нужно праздник именно вот почитать это подъем моего духовного состояния это вера это надежда и любовь это для меня играет очень большую роль моей жизни а это лекарственные растения я вам эту книжечку уже показывала это издательство мой мир показывал это советы по сбору и применению это лекарственные растения девочки нет книга очень нравится здесь есть здесь о растениях плюс еще как готовить что готовить из этих вот я уже испробовал с крем из трав уже пробовала его хорошая ведь здесь здесь отмечено это все я пробовала конфитюры с клубники базиликом то есть мне очень понравилась эта книжечка всем советую вот я видите здесь тоже пишу когда в каком году чё пробовала рулетки из морского языка с укропом это очень хорошая книжка форель и шалфеем сделать тоже это вот советы по применению и сбору не знаю вот найдете ли вы такую книгу можете найти ее в интернете очень вам советую вот 2004 создан это вот кстати можете в интернете набрать мой мир издательство может что-нибудь вы там найдете может ее найдете может что-то другое найдете мне эта книжечка очень нравится и она мне очень много помогает здесь вот очень много подсказок есть вот в использовании ну использованные сокращения в граммах видите тоже столько подсказок хорошая книжка всем советую такая вот книжечка много что я отсюда уже испробовала уксус настоящий на чесноке и щавеле видите рецепт описывается растение что и как а дальше для чего и куда его применить вот пожалуйста фасоль состояние восковой спелости что и как и так из нее и что можно сделать и ветви листья для заморозки послушки для хранения трав это хорошая книжка девочки вот я вам я думаю что вы увидели что я хотела вам показать еще раз покажу это вот такая вот книжечка лекарственные растения советы по сбору и применению вот может быть вот что-то вы найдете как каким-то способом ее найти я вот очень вам советую это это просто кладезь находка большая для меня например этой книги вот так что буду рада если чем-то вам помогла вот такие дела у меня вот на сегодняшний час на сегодняшний день я вот этим занимаюсь девочки у нас очень холодно вот только сейчас прям даже может видите вышло солнышко но она как говорится зубами буквально два часа назад было минус еще один очень холодно не как вот это подмосковье 80 километров от москвы на северо-западе холодрыга еще то у нас даже газон толком не не зашел денег делать зеленый трак ничего не распускается очень холодно поэтому рано рано вот несмотря на то что вроде как погода и хорошая и вроде как не было мороза в этой зимой и вроде как все и и солнышко и днем тепло а к вечеру опять холодрыга и в то же время и высадить ничего не высадишь дорогие друзья в то же время нет никаких особых работ в огороде нету нету ничего ничего и не хочется делать потому что очень холодно 2 вот и у нас вот ветра в последний вот этот весь апрель месяц постоянные ветра все сносит все сносит а так как у нас здесь нет никаких посадок никаких особого построения вообще как вот я не знаю как на поле тебя ветра дуе сносит очень сложно поэтому такие дела никаких еще да смотрю и девочки тоже никто ничего не может высадить да еще и рано мои хорошие вот я говорю хоть и есть вот вроде кажется что тепло вроде бы уже высадить но то же время даже газон не вырос почки вот они как только вот это и все вот в стадии выдвижения и более ничего нет потому что опять-таки солнышко но есть но вот этот прохладный ветер не дает ничему не расцвести не распуститься вот такие дела ну все мои хорошие я буду прощаться с вами вот так у меня было сегодня видео потому что я поняла что дай бог чтобы к вечеру дали свет вот чтобы мне с вами иметь общение хоть какое-то да я решила включить и показать вот такое видео состояние моих вязаных изделий плюс конечно же чем я занимаюсь все мои хорошие пока пока до новых встреч ровных вам петелечек и хорошего духовное состояние возраста в духовном состоянии девочки всем желаю мира в душе мир с окружающими вами будьте добрее стремитесь к этому ведь в таком состоянии прекрасно жить